Внимание, приступ! С каждым годом в Казахстане растет количество пациентов с диагнозом бронхиальная астма. Только за прошедший год новых случаев было выявлено 17 тысяч. По словам врачей, факторов, которые влияют на увеличение числа больных, много. От экологии до неправильного питания и образа жизни. Особенно астма обостряется зимой. Как себя защитить, расскажет Светлана Фарина. Количество пациентов с диагнозом бронхиальная астма растет с каждым годом по всему миру. Только за прошедший год в Казахстане было выявлено 17 тысяч новых случаев. Факторов, влияющих на увеличение больных, по словам врачей, очень много. Все чаще и чаще причиной становятся повреждающие факторы риска, которые имеют повреждающий эффект на дыхательные пути. То есть это профессиональные стажи всеразличные. К примеру, те же шахтеры, взять швея, очень распространенная профессия, которая может привести к таким заболеваниям бронхолегочного аппарата. И вот в течение длительного стажа работы на этих профессиональных вредностях, повара, допустим, тоже очень часто, у пациентов идет необратимое, к сожалению, изменение бронхиальной стенки. Астма относится к числу серьезных неинфекционных заболеваний и стоит на пятом месте после сердечных болезней, инсульта, рака и диабета. Несведущему человеку легко спутать астму с другими заболеваниями. Поэтому врачи советуют при длительном кашле обращаться к специалисту. Самые основные симптомы, которые я уже назвал, это одышка, приступы удушия, преимущественно в ночное время и с дистантными свистами. То есть, естественно, мы изначально обращаемся к врачу на уровне первичной медико-санитарной помощи, это на уровне ПМСП в поликлинике. Врач общей практики проводит необходимые обследования и затем уже направляет к узкому специалисту, к пульмонологу, для верификации диагноза, скажем так. С наступлением холодов люди, страдающие от бронхиальной астмы, сталкиваются с новыми проблемами. Морозный воздух и постоянные простуды могут провоцировать обострение болезни и осложнять жизнь. Однако зима не повод для беспокойства, если знать, как себя защитить. Считаю актуальным в условиях карантина это масочный режим. Конечно, никто не говорит о том, что обычная маска защищает 8-100%, но в местах общественного скопления, в местах повышенного смока, вот как недавно были моменты, в местах, где присутствуют какие-то резкие запахи, какие-то, возможно, повреждающие химические элементы, то есть, естественно, масочный режим. Избегать, скажем так, общества, где очень много людей.